В 2020 году в России появился масштабный конкурс для школьников старших классов «Большая перемена», цель которого – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти и продемонстрировать свои лучшие качества, ну и получить за это определенные бонусы. Если ты вошел в этот конкурс, дойти до конца, потому что есть такая особенность этого конкурса, он очень долгий, он начинает стартовать в марте, и старт заканчивается где-то сентябрь-октябрь. Соответственно, не каждый ребенок, а там начинается летний период, и очень много детей начинает просто уходить из конкурса. 3 февраля в Железногорске на базе гимназии номер 91 прошел городской кейс-чемпионат «Большая перемена», собравший около 100 учащихся в 8-х, 9-х и 10-х классов практически из всех школ города. Ну уже не первое и не последнее такое масштабное городское мероприятие проводит гимназия, потому что мы всегда за то, чтобы дружить домами, мы любим, когда к нам приходят гости, мы любим, когда приходят дети из других школ города, встречаются, начинают дружить, мы садим смешанной командой. Гимназия 91 не случайно выступила организатором такого образовательного события. В прошлом году двое учащихся школы – Лев Бакланов и Марк Беллер – прошли все этапы конкурса и стали призерами финала «Большой перемены». «Большая перемена» учит жизни. Здесь не оцениваются академические навыки. Это действительно такое мероприятие, которое больше, чем конкурс. Здесь ты раскрываешь все свои таланты, свои закрытые какие-то способности. Ты их можешь действительно раскрыть, то есть через прохождение каких-то испытаний. Основная цель мероприятия – это познакомить активно железногорских школьников с проектом «Большая перемена», а также попробовать пройти некоторые этапы конкурса в форматах, которые предлагаются в проекте. В «Большой перемене» я участвую в первый раз. В принципе, мне проект очень понравился. Меня заинтересовало в основном то, что здесь можно самому развиваться «Большой перемене» и, так сказать, показать себя и на других посмотреть. В течение пяти часов участники кейс-чемпионата, разбившись на команды, состоящие из учеников разных школ, писали и ремонстрировали мотивационное письмо, снимали видео-визитки команд, работали над творческим проектом. Какими качествами нужно обладать, чтобы хорошо провести время в такой компании? Ну, общительность, конечно же. То есть это нужно обязательно познакомиться в команде друг с другом, пообщаться, выяснить друг другу какую-то информацию. В качестве творческого проекта команды разрабатывали сценарий и показывали презентационный ролик, сценку Международного фестиваля молодежи и студентов. Обеспечение всем необходимым. Лучшие залы для проведения фестивалей. И многое другое вас ждет с нами. И тут в ход шли весь артистизм, различные таланты и креатив участников команд. Мероприятие мне очень запомнилось, так как очень было все интересно, мне понравилось. Я участвую в команде. Мы с командой работаем над нашими проектами, все вместе. У нас техническая направленность. И, ну, каждое звено в команде наше очень важно. Заявочная кампания пятого сезона конкурса «Большая перемена» стартует в конце марта. И мы уверены, что среди сегодняшних участников погружения будет немало участников проекта, которые смогут пройти все этапы, дойдут до финала и войдут в число победителей и призеров. Космос Глазков, студия Атом ТВ, Железногорск. Специально для СМИ проекта школы Росатома Атом Медиа. Специально для СМИ проекта школы Росатома Атом Медиа.